Добрый вечер, меня зовут тоже Дима, я темлид в команде одноклассников и занимаюсь рекомендационной лентой. И сегодня я хочу рассказать о том, как и зачем мы викторизуем посты, используя item2vec. Хочу обратить внимание, что это очень актуальная задача, про нее частично сейчас рассказывал Дмитрий. Мы ее развиваем в текущий момент, поэтому слушайте внимательно. Так, для начала тоже расскажу немножко про одноклассники. Одноклассники это одна из старейших социальных сетей в Рунете, ей ежемесячно пользуются более 36 миллионов человек в России и 2 миллиона человек в Беларуси. То есть каждый пятый человек в этом месяце был в одноклассниках. Наши пользователи очень дружелюбные, любят дарить подарки и за 22 год было подарено более 31 миллиарда подарков. И пользователи это ценят, это отличительная особенность нашей соцсети. Наши пользователи активно взаимодействуют с нашим сервисом, позволяют собирать море фидбэка, загружают огромное количество различного медиа контента. И все это позволяет нам создавать множество различных инструментов, сервисов и технологий, которыми пользуются не только в одноклассниках, но и в других бизнес-юнитах нашего ВК. Все это было бы невозможно, если бы мы не имели огромной вычислительной мощности, которые доступны нам как инженерам, как для разработки, так и для распределенных расчетов в продакшене. Итак, приступим к основной части. В рамках сегодняшнего рассказа я хочу поведать вам, как верхнеуровнево выглядит наш пайплайн рекомендации в ленте, какое место в нем занимает Item2Vec, как он обучается, из чего он состоит, как он интегрирован с продакшеном и, главное, стоила ли играть свеч, что мы получили взамен, вложив туда столько времени и сил. Как и в большинстве соцсетей, в одноклассниках есть две основных ленты. Это подписная, которая состоит из контента, на который пользователь явно захотел подписаться и хочет видеть этот контент, и неподписная. Это тоже классный контент, о котором пользователь просто не знает, а мы хотим ему его показать. Обе ленты строятся похожим способом, используя двухэтапную модель рекомендаций. Немножко похоже на то, что рассказывал Дмитрий в предыдущем докладе. Мы также работаем в два этапа. На первом этапе нам необходимо из всего множества постов, доступных пользователю, отобрать какое-то подмножество. И на втором этапе с помощью ранкера, который у нас в одноклассниках, это XGBoost, мы формируем ленту, помещая на первой позиции то, что пользователю наиболее интересно. В случае с подписной лентой первый этап выглядит довольно просто. Нам нужно отобрать из всех групп, на которые пользователь подписан, те, которые он еще не видел. Звучит не очень сложно. В случае с рекомендационной лентой задача становится много интереснее, потому что то множество постов, из которых нам надо отобрать кандидатов, становится кратно выше. Все-таки с 2006 года набралось много контента. И поэтому мы можем отбирать кандидатов на первом этапе разными способами. Например, приходит пользователь, о котором мы ничего не знаем, кроме его пола и возраста. В этом случае мы можем показать ему самые популярные за последний месяц. И в целом это уже неплохой результат. Но эти рекомендации будут неперсонализированными, и в среднем пользователям нравятся меньше всего. Поэтому, когда пользователь хоть как-то взаимодействует с нашим сервисом, что-нибудь покликает, полайкает, прокомментирует или даже скроет, это тоже очень важная информация, мы сможем делать для него персональные рекомендации. И про один из таких способов я хочу сегодня рассказать. Способ мы называем подсчет краткосрочных и долгосрочных вкусов. То есть на первом этапе мы рассчитываем вкусы пользователя, как они могут быть рассчитаны. Для расчета краткосрочных вкусов мы смотрим на недавнюю активность пользователя. Буквально, что он полайкал 2-3 минуты назад, мы уже об этом знаем, и можем начинать ему что-то рекомендовать. Что входит в эту активность? Это клики, лайки, комменты, то есть все, что мы считаем положительным. Даже если пользователь просто долго смотрел на пост, это уже может быть полезной информацией для этих самых рекомендаций. Далее мы попытаемся найти какие-то похожие посты на те, с которыми пользователь положительно проведемодействовал. После этого считаем, что первая часть пайплайна с этого слайда закончена, и мы отдаем на ранжирование. Краткосрочный источник отработал. Долгосрочный источник с долгосрочными вкусами работает похожим способом, но так как контента существенно больше, мы берем данные за 6 месяцев, нам необходимо кластеризовать весь фидбэк, который собрал пользователь, и потом, найдя медоиды каждого кластера, то есть наиболее центральный пост каждого кластера, который мы называем долгосрочным вкусом, мы сможем найти для него похожие, и также отдать на ранжирование в бустинг. Именно здесь появляется item2vec. Item2vec необходим нам для того, чтобы мы смогли найти похожие вкусы и осуществить кластеризацию постов. Итак, какую задачу решает item2vec? Item2vec берет любой произвольный пост в нашей соцсети, раскладывает его на три основных типа контента, это видео, текст, картинка, и пропускает это через некоторую нейросеть. На выходе получается вектор в нмерном пространстве. Давайте подробнее разберем, что происходит внутри нейросети. У нас есть пост. У него есть три типа контента. Кроме того, из картинок мы дополнительно с помощью OCR-технологии достаем весь текст, потому что наши пользователи очень любят картинки с текстом, а там важная информация. Более подробно про работу с OCR-ом рассказывал мой коллега Михаил Марифович на слайде, на QR-коде, который не видно, но надеюсь, с вами потом поделимся презентацией, вы сможете по QR-коду пройти. Так вот, выбрали три основных типа контента. После этого вступает роль как раз та нейросеть, через которую мы все пропускаем с предыдущего слайда, и она представляет из себя двухуровневую модель. На первом уровне у нас есть некоторые контентные модели, задача которых векторизовать каждый тип контента по отдельности. Задача модели второго уровня заключается в том, чтобы взять все эти вектора, объединить и на выходе дать какой-то вектор меньшей размерности. После большого количества итераций по подбору, какие же контентные модели стоит применять, мы пришли к следующей конфигурации. Для текста мы выбрали Роберту, добычную на большом корпусе русского текста, так как русский текст нам важен, ввиду того, что у нас русскоязычная соцсеть. Для картинок была выбрана модель клип, которая активно используется внутри сервиса Dali для генерации изображений по тексту. И для видео была использована модель NextVlad, которая на основании раскадровки подбирает также эмбеддинги, и мы можем их использовать. Кроме того, эта модель в момент своего релиза выиграла соревнования по классификации ютубовских видеороликов, поэтому мы ее взяли, она хорошо себя показывает. Итак, мы разобрались с контентными моделями первого уровня. Теперь посмотрим на то, как выглядит модель Item2Vec во втором уровне. По сути, это простая линейная нейронная сеть, которую мы обучаем, предварительно на вход подав сконкатенированные вектора от всех трех типов контента. И обучив такую модель, мы получим эмбеддинг в n-мерном пространстве, с помощью которого мы сможем искать похожие посты, кластеризовать и, может быть, решать какие-то другие задачи. Итак, на каких данных мы обучаем? Мы смотрим на то, с какими постами произведенствовал пользователь в рамках одной сессии последовательно. И такие посты мы будем считать похожими с точки зрения, что если пользователю нравится один пост, то, значит, и второй пост, значит, они в какой-то степени похожи друг на друга. И такие посты мы хотим, чтобы они в нашем n-мерном пространстве были близко друг к другу. Поэтому мы выбрали именно такой подход. Собрав пары таких положительных взаимодействий, мы обучаем нашу модель и получаем эмбеддинги. Дальше встает задача о том, как же нам проверять качество моделей на оффлайне, так как на онлайне проверять сразу на пользователях больно и дорого. Поэтому мы собрали эталонный датасет, разметили его по 23 основным категориям и в районе 60 саб-категорий. И посчитаем для каждого поста, ищем наиболее близкие в новом полученном n-мерном пространстве посты и считаем на этих постах метрику map at key. Если она стала лучше, это значит, что эта модель, скорее всего, выигрывает у предыдущей итерации, и мы можем пробовать что-то в AB. Для AB-тестирования в Одноклассниках разработана прекрасная AB-платформа, которая автоматизирует многие процессы, если не сказать все, которые необходимы для грамотного построения эксперимента, подбора аудитории, автоматизация самих всех расчетов. То есть вся статистика необходимая уже зашита внутри и работает идеально практически. Кроме этого, хочу обратить внимание, что буквально месяц назад мои коллеги выпустили две статьи на Хабре, рассказывая подробности работы нашей AB-платформы, с какими трудностями они сталкиваются в ее работе, рекомендую очень интересное чтиво. И таким образом для Data Scientist остается только одна задача. Посмотрев на результаты, увидев зеленые красивые циферки или красные некрасивые, решить, что мы идем в продакшн или надо провести какую-то работу над ошибками. Далее давайте разберемся, как же все это выглядит в продакшне. Чтобы понять, как это все выглядит в продакшне, нужно немножко ознакомиться с двумя сервисами, которые обеспечивают нашу работу. Первый — это VectorIndex. По сути, это некоторое хранилище, которое содержит в себе, которое мы наполняем векторами постов, и оно позволяет нам искать ближайших соседей по вектору, который мы дадим на вход. Это первый сервис. Второй сервис — это FeatureStore. Как следует название, он хранит в себе фичи. И в нашем случае это сервис, который позволяет нам хранить для пользователя его краткосрочные и долгосрочные вкусы, которые представляют из себя те же самые векторы в этом же самом n-мерном пространстве. Итак, с сервисами разобрались. Более подробно про него рассказывал мой коллега Андрей Кузнецов в этом году на конференции CodeFest. Тоже можно ознакомиться. Итак, как же эти два сервиса помогают нам решать проблему интеграции в продакшне? Наши группы в рекомендационной ленте генерируют для рекомендационной ленты генерируют более 400 тысяч новых постов ежедневно. Все эти посты поступают в кавку, проходят через последовательность моделей наших контентных, далее поступают в item2vec. Item2vec преобразует это в вектор меньшей размерности и складывают все это в вектор индекс. После наполнения вектор индекса каким-то достаточным количеством постов для разных задач, это разное, то есть, например, для краткосрочных курсов достаточно буквально нескольких дней, для долгосрочных мы складируем в item2vec больше двух недель, чтобы он начал работать для эксперимента. Вот мы сложили все данные постов в вектор индекс. Далее приходит пользователь, у него загружается приложение, в этот момент поступает запрос на backend. Backend понимает, что надо сходить в feature store по ID-шнику юзера, достать его краткосрочные и долгосрочные вкусы, которые там складируются. С этими вкусами сходить в вектор индекс, забрать оттуда ближайших соседей и с этими ближайшими соседями сходить в ранкер. Ранкер отранжирует нам их наилучшим образом и выдаст пользователю в лучшем порядке с нашей точки зрения. Вот можно посмотреть примеры работ. Наши пользователи очень любят готовить рыбалку, смотреть на природу. Как видно, для поста с картинкой и текстом находятся также посты с видео, то есть хорошо все работает. Просто это была отдельная боль, вначале не находилась. Актуальная красивая зимняя природа, также наши краткосрочные и долгосрочные вкусы находят красивые виды природы, которые также пользователю могут быть интересны. Итак, мы все реализовали. Давайте посмотрим, что у нас получилось, насколько это все повлияло на наш портал, стало ли все лучше. Как видно по цифрам, наши пользователи стали дольше смотреть ленту, стали больше лайкать, стали глубже листать ленту. А так как источников для рекомендационной ленты может быть много, как я говорил в начале, отдельно хочу отметить, что краткосрочные и долгосрочные вкусы на момент релиза были самыми кликабельными источниками, то есть посты, которые поступали от этих источников, были самыми популярными, что отдельно радует. Также хочу показать, немножко похвалиться, как красиво выросли метрики как раз CTR, а в тот момент, когда во время последнего релиза мы поменяли старые устаревшие модели для текста и картинок на клипы Роберту. После этого вот так вот все красиво выросло на несколько процентов. Мы радовались и праздновали. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова